Музыка Мы коснемся немного истории. В середине 70-х годов прошлого века возникла острая необходимость в управлении массой любителей путешествий и направлении их деятельности в нужное полезное русло. Поэтому было принято решение о создании станции юных туристов. Это такой центр, где он направлял и возглавлял саму работу детей. В 1981 году была открыта станция юных туристов Североказахстанской области. А в мае 1982 года уже туристическая база была реорганизована в туристический центр планеты. Туристический центр планеты занимается организацией туристской деятельности в области дополнительного образования. Хочется также сказать, что принято считать, что туристический центр планеты занимается летним оздоровительным отдыхом детей в лагерях «Березка» и «Достык», которые находятся на Вороньем острове. Но это далеко не так. Это только одна часть функции нашего центра. Основная же деятельность туристического центра – это создание оптимальных условий для интеллектуального развития, удовлетворения интересов, разумного отдыха детей и подростков. Помочь подросткам найти себя в нашем непростом быстром меняющем мире, закалить волю и характер. Этим и занимается более 35 лет наш туристический центр планеты, коммунально-государственное учреждение отдела образования города Петропавловска. Основными задачами которой являются приобщение детей к природе, родному краю, здоровому образу жизни, воспитание патриотизма через познание родного края, приобщение детей к историческому культурному наследию, к обычаям и культурам народов, живущих в Казахстане. И также повышение усвояемости материалов преподаемого в школе за счет более разнообразных форм занятий, использующих элементы туристко-краеведческой работы. Также у нас основными направлениями формы являются это участие в экологическом движении, в первую очередь по родному краю, краеведческие поиски и исследовательская работа, малых рек, озер, болот и памятников природы. А также создание выставок, проведение спортивных мероприятий и слетов по туризму. В этом учебном году у нас на базе нашего центра открыто 14 кружков на бесплатной основе. 10 из них это пешеходный туризм, 2 кружка туристко-спортивная подготовка и 2 кружка это экологический туризм. С общим охватом школьников 210 учащихся. В центре у нас работает высококвалифицированный педагогический коллектив с педагогическим высшим образованием, который имеет первую и высшую категорию. Значит, у нас также есть молодые педагоги. Хочется отметить, что в нашем центре работает первый руководитель Александр Васильевич Герасимов, который воспитал не одну плеяду воспитанников и впоследствии, которые также стали уже преподавателями в области туристской деятельности. Двое из них вот работают в нашем центре. Вот в этом году даже пришел у нас молодой парнишка, он у нас занимался в кружках с 10 лет, потом поступил и вот после по окончании учебного заведения пришел к нам работать инструктором. Вот. Ну, также у нас, я уже как раз начал говорить о инструкторах, у нас работают два инструктора, которые занимаются у нас, в их задачу входит организация туристской работы в опорных базовых школах города и дворовых клубах, разработка и проведение массовых мероприятий, соревнований, подготовка по организации туристской, краеведческой и экскурсионной работы в общеобразовательных школах. Контингент учащихся у нас, как и в общеобразовательных школах, разнообразный. Хочется сказать, что у нас занимаются дети, вот постоянно, которые ходят, это вот из пяти школ города, это средняя школа номер два, средняя школа 24, 26, первая гимназия, сороковая школа и школа-интернат номер один. Ну, и здесь, конечно, и дети есть, и трудные у нас дети занимаются, здесь у нас очень с хорошим удовольствием они ходят на эти занятия, им очень нравится. Здесь они находят самореализацию и улучшают свои показатели, потому что, я думаю, что рассматривая туризм с точки зрения психологии, можно сказать о том, что туризм является одним из средств решения многих проблем, актуальных в современном мире, таких как активизация девиантного поведения подростков от бессильного времяприворождения, наркомании, табаковрения, от избытка энергии свободного времени, от того, что подростки не знают, как правильно занять себя, зачастую вот и уходят и становятся на трудный путь. Поэтому, вот как раз, занимаясь в нашем кружке, мы как бы детей ограждаем от этого, и дети находят, как я уже сказал, самого себя, и им очень нравится здесь. Детский и юношки туризм является уникальной моделью воспитания личности, одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий и одним из самых массово доступных видов спорта, способствующих формированию здорового образа жизни и ранней социальной адаптации. Также мы убеждены, что развивать детский и юношки спортивный туризм нужно на государственном уровне и системной основе. Сегодня туризм и краеведение, благодаря своему разнообразию, универсальности, открывают широкие возможности для подготовки юных граждан к жизни, способствуют воспитанию духовности подрастающего поколения, приобщению к здоровому образу жизни, через общение с природой, развитие творческих способностей, формирование гражданственности. Не случайно мудрыми словами было сказано, что путешествия учат больше, чем что-либо другое. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 10 лет жизни. Стратегические подходы к развитию дополнительного образования направлены на решение ключевых задач социализации и саморазвития подрастающих поколений. Через расширение возможностей дополнительного образования в стране развивают основные принципы воспитательной политики Казахстана, определенные Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан об образовании, концепции о правах ребенка в Республике Казахстан, о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Также хочется отметить, что в последние десятилетия государство, уделяя повышенное внимание развитию туризма, разработали такие программы, как государственная программа развития туризма до 2019 года, государственная программа развития образования уделяет этому большое внимание. Разработан в этом году патриотический акт Менгелик и Ель, где также здесь уделены вопросы по развитию туризма, и которые у нас включены с этого учебного года в воспитательные работы наших педагогов, которые непосредственно работают с детьми. Также большая работа проводится по акции «Моя Родина Казахстан». Здесь учащиеся принимают участие в этой акции, то есть здесь уже проводится республиканское уровне у нас мероприятие, где ребята довольно-таки охотно участвуют в этом. И также хотелось бы сказать, что в послании президента, начинала на обещании Назарбаева, в главе «Казахстанский путь 2050 – единая цель, единый интерес, единое будущее», также тоже уделяется вопросу о развитии детского туризма. Поэтому здесь я считаю, что государство уделяет большое внимание развитию детского туризма, что способствует развитию и созданию туристических маршрутов Казахстана, развитию детского и юношеского туризма и восстановлению детских туристических учреждений, туристических клубов, которые оказывают влияние на развитие идеологии и перспективы формирования здорового образа жизни среди подростков. Впервые за все время у нас учебный год начался с туристического марафона в рамках акции «Денег Сауэр Пак» «Здоровое поколение, здоровая нация», где цель данного марафона являлась пропаганда детского и юношеского туризма среди школ города и охват большего числа учащихся. Начали мы его с 24-й школы и закончили в первой гимназии. В акции принялись у нас 18 школ, где проводилось соревнования, элементы туризма пешеходного и горного, они осваивали. Детям это очень понравилось, и многие даже после проведения таких акций записались к нам в кружки и сейчас с удовольствием посещают данные кружки. Также у нас традиционными стали ежегодные массовые экологические и туристические мероприятия, проводили центром. Это туристско-экологическая экспедиция «Чистые берега» и акция «Чистый двор. Чистая совесть», в каждом из которых принимает около 200 наших учащихся. Вот сейчас в апреле у нас идет месячник экологии, уже ребята готовятся к этому, значит, здесь вот они проводят акцию «Чистый двор», уже подготовили буклеты, размещают они во дворах об этом в просьбе о сохранении чистоты и поддержании чистоты в нашем городе. Также у нас проводится Кубок планеты, который состоит из четырех этапов. Это первый этап соревнования туристского многоборья, поисково-спасательной работы, второй – лыжный туризм, третий этап – техника горного туризма и четвертый этап – Кубок техника пешеходного туризма. Два этапа мы уже провели. Первый этап был проведен на осенних каникулах, второй этап – на зимних. Первая часть – это были старшие дети группа. И вторая часть у нас была вот 27 марта проходила, с 27 по 30. Это был второй этап, где у нас участвовали более младшие дети. Ну, в то же время, хочу сказать, что Кружковский центр выступает в соревнованиях различного уровня по скалолазанию и спортивному ориентированию, занимая призовые места. За прошлый год хочется отметить, что у нас один Кружковский представитель, один взрослый разряд, трое – второй взрослый и семь – третий взрослый разряд. Что даже дети спортивной школы являются хорошим результатом. Занимаясь в наших Кружках, дети действительно меняются, меняются к лучшему. Вот приведу такой пример, как у нас занимаются два брата, Соберхузиной, Женя и Дима, с коллекционной школы «Интернат номер 2», которые вот недавно участвовали в Олимпиаде для детей с интеллектуальными отклонениями в Австрии, и где заняли призовое место. Это Дима у нас занял, стал серебряным призером на дистанции 1 км на лыжах в свободном стиле, и Дима Женя взял бронзу на дистанции 500 метров на лыжах в классическом ходе. Команда центра постоянно принимает участие в республиканских слетах дружбы, туристов Казахстана и России, иртышский меридиан. В летний период Кружковцы совершают пешеходы по различным местностям, не только нашей области, но и по нашей республике, такие как Государственный национальный парк, Боровое курорт, Имантау, Шалхар, Алматинская область и Шамбулах. Выходят они в горы Натяньшань. Также по Российской Федерации в путешествия ходят. Это, значит, Российский национальный парк Таганай, Южный Урал, и Каркаралинск. Здесь, хочу сказать, что даже участвуем в соревнованиях международного уровня, наши кружковцы также выступают достойно и приезжают с призовыми местами оттуда. Поэтому в будущем, хочется было бы отметить, что вот именно какова цель нашего туристического центра по развитию туризма. Это вот как раз охват, увеличение детей в школ, города, чтобы как можно больше детей занимались этим детским туризмом. Вот когда говорил я об участии наших кружковцев, я хочу также отметить, что хотя мы являемся городским центром, но к нам обращаются также с областей, с районов, принимают участие у нас в этом Кубке планеты. Вот в данном случае весной приезжали с двух районов, принимали участие, и с двух областей еще принимали в этом Кубке планеты у нас участники. Я считаю необходимым об открытии областного центра детского и юношеского туризма на базе «Туристский центр планеты». И хотелось бы, так как сейчас в данное время рассматривается вопрос о передаче туристического центра в доверительное управление по постановлению правительства в рамках государственного частного партнерства. Поэтому вот и хотелось обратиться к исполнительному органу о рассмотрении данного вопроса, то есть о создании областного центра детского и юношеского туризма. Так как я считаю, что, учитывая значимость и важность данных мероприятий воспитания молодежи, проводить их необходимо на постоянной основе, и что будет способствовать дальнейшему развитию детского туризма. Подготовка у нас началась к летнему оздоровительному отдыху. То есть, как я уже и сказал, у нас на Вороньем острове находятся два лагеря. Оздоровительный – это березка для детей от 7 до 11 лет включительно, и оздоровительный лагерь «Достых» для детей с 12 до 16 лет. Значит, здесь, что нужно сказать, что введены в эксплуатацию дополнительно два корпуса, поэтому у нас количество детей увеличится. То есть, мы можем уже по сравнению с прошлым годом охватить больше детей. То есть, в этом году у нас по плану отдохнуть 2180 детей. По сравнению с прошлым годом у нас отдохало за 5 сезонов 2010. Также будет запланировано у нас 5 сезонов. Первый сезон начнется у нас 9 июня. Продажа, стоимость путевки осталась та же, на уровне прошлого года 20 тысяч. Продажа путевок где-то предварительно начнется, наверное, в мае, скорее всего. Введутся сейчас, идет подготовка к ремонтным работам. Ну, в связи с тем, что с угрозой паводка, конечно, сейчас пока у нас идет подготовительная работа. Уже вот сейчас идет второй этап конкурса у нас на ремонтные работы. Комиссионы здесь рассматриваются, которые подали у нас участники на участие в этом конкурсе. И выделены также у нас из городского бюджета 37 миллионов на текущий ремонт обоих лагерей. Здесь хочется отметить, что будет введено, значит, ремонт в столовых, в пищеблоке будет хорошо сделан. Будет сделан ремонт в достыке, в клубе. То есть его уже хотим привести в более современный вид. То есть, когда он у нас, клуб он очень хороший, конечно, приезжает, многие нравятся. Но вот мы его решили привести в более современный вид. И я думаю, это будет очень хорошо. И нашим детям будет это нравиться. Ну, уже назначены у нас директора лагерей, которые вот буквально на днях проводили с ними совещание. Они сегодня уезжают в лагерь Балдовре на семинар трехдневный, как раз по оздоровительным отдыхам. Ну, думаю, приедут, наверное, с большим запасом, багажом знаний. И мы уже включимся плотно в работу.